Щётки на обе стороны, камеры ночного видения, возможность присоединить ковш для уборки снега. Новая вакуумно-подметально-уборочная машина передана в безвозмездное пользование Владивостоку, компании и Восточно-Уральский терминал. Новая техника предназначена для механизированной влажной уборки городских дорог и тротуаров, площадей с асфальтовым и цементобетонным покрытием, а также очистки водостоков от пыли, песка, щебня, листьев и мусора. Эту модель отличает высокая манёвренность. Машина оснащена системой ГЛОНАСС. Очень хочется проехать, самому сделать город чище. Глава Владивостока Виталий Веркиенко отметил, что в этом году Владивосток уже приобрёл 8 новых единиц уборочной техники для городского парка, 5 больших и 3 малых подметально-вакуумных машины, которые предназначены для уборки города не только в летний, но и в зимний период. Техника поступила на баланс предприятия содержания городских территорий и уже работает на улицах Краевого центра. Напомним, первыми на улице города в конце августа вышли машины ВКМ-2020. Это подметалло-уборочная машина вакуумного типа. Она нужна для уборки парково-ландшафтных зон, скверов, тротуаров, островков безопасности. Можно производить погрузку и уборку мусора с клумб, используя гибкий рукав. Я ещё сказал, что можно в разных плоскостях работать, в трудодоступных местах. Здесь на них ещё установлено моечное оборудование, можно мыть знаки, остановочные комплексы. Напомним, парк коммунальной техники во Владивостоке не обновлялся с 2010 года. На сегодняшний день он серьёзно изношен, а количество машин в разы меньше необходимого. По поручению главы Владивостока Виталия Веркиенко реализуется программа по приобретению спецтехники для летнего и зимнего обслуживания городских дорог. Светлана Садовая, Новости на Восьмом.